Когда турист планирует отпуск, выходные, он делает это за год, а часть они позже, чем за год. Естественно, турагентства учитывают события национальной важности, такие как международные выставки, для привлечения туристов именно в эти дни и стараются завлечь их на праздничные и торжественные мероприятия. Именно в эти дни и приезжают туристы, чтобы увидеть празднество на площади национального собрания, но не всеобщее пьянство. Хотят узнать культуру, потребление вина, познакомиться с разными сортами вин. На этом и хотели сделать акцент. Мы хотим обратить внимание организаторов на этот аспект и требовать, чтобы учитывали и нашу точку зрения, специалистов отрасли туризма. Хотели бы напомнить, что много было инвестировано для участия в выставках, много было выделено на разные мероприятия для прославления Молдовы за границей. Мы понимаем, что и они много теряют, если праздник не будет организован таким же образом, как в прошлом году. Исходя из последствий, что повлекла за собой ситуация, которую мы наблюдаем сейчас в Молдове, надеемся, что на следующий год мы вернемся к прежней форме организации. Хотели отметить простой факт – национальный праздник «Октоберфост», который сейчас проходит в Германии, не отменили, несмотря на то, что в стране проходят акции протеста. Если мы хотим организовать грандиозный праздник, то должны обеспечить ему долгую жизнь, не вносить серьезные изменения. Было проведено аналитическое статистическое исследование и подсчитано количество туристов, приехавшие в прошлом году в Молдову именно на празднование Дня вина. В этом году результатом изменения формата торжества стали убытки от 8 до 10 миллионов. В следующем году эта сумма может удвоиться. Сюда не были включены доля риска и возможной потери винодела. Мы отметили потери только сферы туризма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова